И вновь, вновь золото манит нас Доброго времени суток, друзья! Вот как я и обещал, сегодня будем проводить дальнейший обзор нашего металлодетектора MD4030 PRO Проведем испытание, на какую глубину он чувствует монеты разного калибра Вот я подготовил такую табличку, шкалу, по которой мы будем измерять глубину чувствительности металлоискателя Видите, я тут подготовил 5-рублевая монета, 2-рублевая монета, 1 рубль, 20 копеек, белорусская валюта, 10 копеек И такие вот кусачки, будем пробовать, испытывать Ну что ж, наверное, приступим к этому обзору Также сегодня мы поговорим о всех плюсах и минусах данного металлоискателя Ну и попробуем с ним поработать, так сказать, в онлайн-режиме Давайте пойдемте проверять монеты, как он чувствует Друзья, ну что, приступим к измерению глубины залегания монет Пока что на воздухе, так сказать, начнем вот мы Как я и обещал, с 5-рублевой монеты, ходячая Вот начинаем Первая глубина у нас 5 сантиметров Сейчас включим и свой металл-детектор И начинаем пробовать Глубина 5 сантиметров Есть Глубина 10 сантиметров 10 сантиметров он уже ее не видит Видите, да? Пробуем Глубину 9 сантиметров Нет Где-то 8 сантиметров он начинает чувствовать 8 сантиметров Так В своем блокноте нашей таблички мы помечаем 10 сантиметров 5 сантиметров Плюс Плюс 5 сантиметров 10 нет То есть получается 8 сантиметров Глубина 5-рублевой монеты 8 сантиметров Берем монету 2 рубля 2 рубля Начинаем с 10 сантиметров 10 сантиметров Ее не чувствует Чувствует Посмотрите 12 сантиметров Чувствует Видите? Переоди 12 сантиметров 2 рубля 12 сантиметров Это Делаем реальный обзор В реальном времени Теперь Пробуем Рубль Наш российский рубль Пока 10 сантиметров Видит 15 сантиметров Не видит 13 12 10 сантиметров 10 сантиметров Также есть 10 сантиметров Друзья 20 копеек Белорусская валюта 10 сантиметров Видит 11 12 видит 12 сантиметров И Теперь Друзья 10 копеек Наши Современные Современные Сейчас Попробую Приблизить 2014 Года Пробуем 10 сантиметров Нет Нету Нету Вот видите Где-то 9 8 Вот друзья И теперь Берем Такие вот Кусачки И пробуем Их Начнем С 30 сантиметров 30 сантиметров Нет 29 Нет 25 Нет 20 Нет 15 Нет Где-то 16 16 сантиметров Вот такой металл Он видит Ну что друзья Я хочу сказать Что Для поиска монет Всегда подойдет Такой металлоискатель Ну что друзья Вы Думаю Заметили Что Металлоискатель МД4030 Совсем уж неплохой И видит Монетки Металл Видит Единственное Что Из минусов Как бы я Хотел сказать Из минусов Наверное Это небольшая глубина Да Больше Больше Наверное Минусовство В нем И нет На самом деле За Такую цену Три с половиной Тысячи рублей Вполне Себя Оправдывает И Может Окупить Себя Я думаю За первые Два дня Копа Может быть Даже И за Один Так как Если вы Занимаетесь Поиском Чермета То С легкостью Сможете Найти Это Посмотрев Старые Карты Топографические Либо На сайте Викимапия Найти Заброшенные Всякие Здания Всякие Военные Части Там Думаю Вы Всегда Найдете Металл Сможете Научиться Так сказать Ремеслу Кладоискательства Я уверен Что это вам Очень понравится Ну Конечно же Еще Хотел сказать Про его Плюсы Наверное Плюсы Ну Опять же Самый Жирный Плюс Это Цена Второе Что он Легенький То есть Я думаю Больше Килограмма Не весит Батарейки Крона В нем Вставляются Используются Так их Хватает Надолго Вот За Время Его Использования Вот У нас Примерно Полгода Мы Сменили Наверное Только Второй Раз Батарейки И Ищем С данным Металлоискателем Очень много Монет Металла Советую Всем Друзья Приобрести Его Всем До встречи Всем Удачи Удачи На копе Удачи В жизни Смотрите Продолжение Следующий Выпуск Будет Уже На поиске Металла В лесу Московской Области Всем До встречи Всем Пока